ДИАНА Хей, ребята, всем привет! С вами Диана, и сегодня у нас с вами эксперимент. Или это DIY, что значит дует ее стел. Недавно в интернете я нашла пост, где написано, что можно сделать лизуна из муки и воды. Итак, сегодня мы это попробуем. Поехали! Нам понадобится два стакана муки. Один стакан должен иметь емкость 200 мл. И также нам понадобится отначествия горячей воды и холодной. Как говорится в рецепте, то горячая вода не должна быть кипятком. Просто горячая вода. Мы берем и в заранее подготовленную тару высыпаем два стакана муки. Первый стакан. Второй стакан. Также нам понадобится немного красителей. Я возьму гуарш и пифагор. Итак, теперь мы в эту тару с мукой выливаем сначала холодной воды, одну четверть стакана, а потом одну четверть горячей. Помешали-помешали и добавили нашего красителя. Ну что ж, поехали! Мне кажется, надо еще воды. Погнали! Холодная. Еще. Все. Горячая. Попробуем помешать. Мешаем. Теперь немного красителей и мешаем. Пока что это только чуть-чуть напоминает лизун, по своему запаху особенно. Сейчас я домешаю и посмотрим. Надо будет его только потом в холодильник. И я еще раз повторяю то, что это DIY эксперимент. Если это получится, то это будет DIY цельный. А если нет, то будет неудавшийся эксперимент. Итак, сейчас мы отправляем нашего громадного лизуна в холодильник. Будущего громадного лизуна. Сначала на час. Посмотрим, что у нас выйдет. Итак, наша камера села, и поэтому мы снимаем на экшн-камеру. Обзор которой есть у нас на канале. И сейчас мы достали нашего лизуна из холодильника. Он покрылся сверху пленкой, которая и является нашим лизуном. Но внизу он остался таким же липким. И мы проверили, что если взять маленький кусочек и намочить его под холодной водой, он превращается в лизуна. И мы сейчас попробуем это сделать. Теперь мы берем кусок нашего лизуна и попробуем его запихать в холодную воду. Он не липнет к рукам и прикольно мнется. Но все-таки, мне кажется, надо его будет потом в холодильник, чтобы он был не пачкающимся. Итак, если залить в нашу тару холодной водой, то и у нас ничего не вышло. Сейчас мы отрываем куски лизуна и руками мочим под холодной водой. Итак, если придерживаться рецепту, то у нас бы лизун не вышел. Может даже потому, что я добавила много воды, но не знаю, если вы знаете, то пишите в комментариях. А так мы долго мочили лизуна под водой. И когда на него давили, то из него вытекала жидкость. И в итоге вышел из всей той смеси. Помните, да, как много ее было? Вот такой вот лизун. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайк! Подписывайтесь на мой канал! С вами была Диана! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok! Субтитры создавал DimaTorzok! Продолжение следует...